Про нашу компанию уже рассказали мои коллеги, так что я на этом останавливаться не буду. Сегодня я поделюсь с вами опытом создания движка для распределенного запуска тестов. Расскажу, с какими проблемами мы столкнулись и как их решали. Что нужно, чтобы выпустить новый релиз продукта на продакшн? Нужно написать код и тесты, прогнать тесты и выпустить релиз. Но с каждым следующим релизом тестов становится все больше. Появляются часовые прогоны, потом ночные. В итоге скорость time to market падает. И бутылочным горлышком этого процесса являются наши тесты. С этим нужно что-то делать. Необходимо ускорить тесты. Как же мы можем это сделать? Можно сначала отсортировать тесты по приоритету и просто удалить половину и запускать только самые приоритетные. Можно взять и переписать тестовый фреймворк. Ведь каждый из нас мечтал это сделать. Ускорить тесты с помощью своего замечательного тестового фреймворка. А можно просто взять и распараллелить тесты еще сильнее. Ведь если разбить наши тесты на кучки поменьше и запустить их распределенно на нескольких машинах, то мы получим прирост производительности сразу в несколько раз. Как же этого добиться? Существует такой паттерн, как тестовый движок, который определяет, что запускать, как запускать, из какой конфигурации. И он независим уже от тестового фреймворка, который отвечает именно за исполнение тестов. Что ж, перейдем к написанию нашего тестового движка. На вход у нас приходят сьюты разного размера. И чтобы распределить их на несколько машин, нам нужен какой-то генератор, который будет обрабатывать наши сьюты и распределять их на агенты на исполнение. Но так как агенты могут быть заняты, нам нужна еще и очередь, где задачи будут храниться. Как вы думаете, есть ли какая-то система, которая уже удовлетворяет этой архитектуре? У вас есть предположения? Правильно. А еще и Jenkins Pipeline, который вы все уже научились писать благодаря предыдущему докладу. Ввиду своей динамичности и использования груви, мы можем написать наш тестовый генератор, который будет автоматически генерить подзадачи со списками тестов. Jenkins Q будет буферизировать наши задачи. А на Jenkins Worker, объединенных под одним лейблом, будет выполняться наши задачи, распределенные параллельно. Напишем же Pipeline для запуска тестов. У нас будет две джобы. Одна это генератор, которая выгружает наш тестовый сьют, делит его на равные части и создает дочерние задачи на выполнение. И потом их выполняет параллельно. И вторая джоба уже, которая непосредственно выполняет наши тесты, она загружает из репозитория тесты с нужной нам ветки, загружает конфигурацию для нашего тестового стенда и передает параметр с тестами. В принципе, это очень похоже, что было в предыдущем докладе. Окей, у нас исходный запуск тестов длился один час, и он выходил на одной машине. Мы добавили 20 экзекьюторов. Как думаете, сколько теперь стали идти наши тесты? Есть веренты? Вы в нас совсем не верите. Там еще был… А, так нет, у нас большой тестовый сьют. 1200, например. 5? Ну что ж, не буду вас томить. Мы получили 10 минут. И выигрыш в производительности получился всего 6 раз. Хотя мы ожидали, что тесты будут выполняться всего лишь за 3 минуты. Видимо, параллель, если просто запустить тесты, это не всегда сработает. Для того, чтобы сделать наши запуски по-настоящему распределенными и быстрыми, нужно понять, как работает же этот магический пайплайн. А для этого нужно понять, как запускается пайплайн, как он выполняется, и какие еще накладные расходы делает Jenkins при запуске нашего пайплайна. При запуске пайплайна он сначала выкачивается, из репозитория, который может находиться как и удаленно, так и на файловой системе. Потом происходит процесс партинга груви кода в синтактическое дерево. И потом, если у нас конфигурация джоба изменилась, она сбрасывается на диск. То есть вот эта вот UI, которая видна вам в Jenkins, она может обновиться, если вы что-то поменяли в пайплайне. И только после этого Jenkins понимает, из блока agent, на какой ноде нужно исполнять наши тесты. Потом мы переходим к выполнению пайплайна. Пайплайн — это набор плагинов, который позволяет нам декоративно описать нашу джобу. Но он не говорит, что это обязательно будет выполняться где-то на удаленной ноде. Сам пайплайн будет выполняться в джава-машине самого Jenkins'а. И только определенные шаги для взаимодействия с репозиторием, запуск скриптов или специальные шаги, выделенные в специальный плагин pipeline utility steps, будут непосредственно взаимодействовать с агентом, то есть там выполняться и взаимодействовать с файлами. Но какие же накладные расходы приходятся на сам Jenkins? Это непосредственно выполнение всех наших пайплайнов, которые выполняются в отдельных потоках. Это работа с логами. Независимо от того, где наша джоба выполнялась, все логи выкачиваются на мастер и складываются в файл. И так как пайплайн представляет себя атомарную джобу, который каждый степ может быть воспроизведен в случае падения Jenkins'а мастера. Для этого у Jenkins'а есть оверхед, когда он сериализует и сохраняет наш стейдж на диск. Но это можно отключить. Что ж, чтобы отслеживать, что у нас пошло не так и какое узкое место в нашем пайплайне, можно использоваться плагином StageU, который сразу показывает, какой стейдж у вас сколько исполнялся. Можно использоваться BlueOcean UI, который позволяет навести на каждый степ, если они будут выполняться параллельно, то каждый параллельный стейдж найти время его выполнения. Можно использовать скрипт-консоль самого Jenkins'а. На самом деле можно использовать и пайплайн-жобу и написать такой же там скрипт, но там много запрещенных действий, которые ваш сисадмин Jenkins'а может не обрувнуть. Но запуская такой скрипт, он, кстати, вот есть в гитхабе, в репозитории, он показывает, сколько каждый стейдж у вас выполняется по времени, собирает статистику. То есть в принципе это удобно использовать. И также следует обращать внимание на мониторинг, что же происходит на самом Jenkins'е. Воспользуясь помощью Keanu, мы будем оставить гипотезы и искать проблемы в нашем пайплайне. А что если мы делаем ту же работу, но параллельно, мы, воспользовавшись скриптом, который я показал ранее, замерили наши шаги и посмотрели среднее время выполнения с каждого стейджа. И загрузка из репозитория, если можно посмотреть, занимает примерно 43 секунды. Что же это значит? Что каждый раз в дочерней джобе у нас загружаются тесты из репозитория, и потом они компилируются, загружают в зависимости и выполняются. Из этого можно сделать вывод, что циклы — это зло. Их лучше выносить из джоб, которые выполняются параллельно. Это довольно-таки очевидно, но некоторые при переходе от обычных джоб, когда запускают их в параллель, это забывают. Для того, чтобы ускорить запуск, можно собрать тесты. Для этого можно использовать докер, где у вас уже собранные тесты зависимости будут, и сразу их запускать, и в контексте этого контейнера выполняться. Либо же все скомпилировать, загрузить все зависимости и сложить в отдельный джарничек, например, на бинарный репозиторий, и при запуске джобы монтировать и скачивать его. Если убрать загрузку из репозитории, как видно, что загрузка тестов выполняется всего за 5 секунд. А еще мы убрали время на компиляцию и ускорили наши тесты. В итоге у нас получилось уже не 10 минут, а 7,5. И выигрыш во времени стал 8 раз. Но все еще не в 3 раза и не в 3 минуты. Ой, не в 20 раз. И какие мы сделать можем здесь выводы? Всегда вне цикла должна быть загрузка информации из репозитория, компиляция тестов и загрузка зависимости. И любые другие ресурсоемкие операции. Их лучше выполнять в каком-то генераторе и потом их передавать в готовом виде в наши параллельные стопы. А для этого можно использовать докер или бинарные репозитории. Следующая гипотеза. А что если тесты разделены на неравные подзадачи? Ведь весь наш параллелизм сойдет на нет, если какая-то отдельная джоба будет выполняться непомерно долго. И замерив максимальное и минимальное время выполнения, мы видим, что запуск тестов очень сильно разбросан. Если это представить в виде диаграммы, то видно, что один из них очень сильно выбивается. И с этим нужно что-то делать. Можно сохранять время выполнения наших тестов в какой-нибудь сторонней системе или как-то напрямую захардкодить в пайплайне и решать задачу о рюкзаке. Тогда мы сможем обрезать наши сьюты до оптимального размера, чтобы они запускались в принципе параллельно и занимал каждый шаг одинаковое время. И это позволило нам сократить уже до пяти минут. Из этого стоит сделать вывод, что все тесты равны, но некоторые более равны, чем другие. А разбивать тесты стоит не на равные по количеству сьюты, а на равные по времени. И последняя гипотеза со звездочкой. А что если сам Дженкинс-то тормозит? Вдруг мы вообще выбрали неправильную систему и это является корнем зла. Для этого мы воспользуемся мониторингом. И когда мы запускаем очень много джоб параллельно, у нас неожиданно растет количество потоков. Но экзекьюторов же у нас всего 20 было. Почему количество потоков выросло в 100 раз? Во-первых, один поток был в генераторе джобе, а второй был вводен на исполнение джоба. И так как пайплайн сразу не знает, на какой ноде исполняется, ему нужно сначала выгрузить из репозитория джобу, скомпилировать, и только после этого он узнает, где нужно выполняться в нашем пайплайне, и поставит он в очередь на выполнение. На это есть даже баг в Дженкинс-жиро. То есть если какие-то проблемы вы находите, довольно-таки легко можно там найти. И там есть некоторые решения, но проблема все еще открыта и не решена. Так что я представлю некоторые из решений. Можно использовать плагин Frottle Concurrent Builds. То есть мы определяем где-то внешнее количество потоков, которые могут выполняться параллельно, и заключаем наш блок Parallel в блок Frottle. Можно использовать также lockable resource плагин, который в принципе делает то же самое. А можно не использовать дочерние джобы, а запускать дочерние стейджи. И тогда у вас головной пайплайн сразу будет знать, где его выполнять. И он не будет создавать на это дополнительных потоков, если экзекьюторов нет. Теперь посмотрим на наш хип Дженкинса. Это у нас спокойное время, а потом мы запускаем нашу джобу с большим сьютом. Что же выделяет память? Логично, что там какие-то логи выкачиваются, джоба работает. Но это вроде нормально. Но если посмотреть более детально, то мы увидим, что у нас находится 250 мегабайтов массивов обжектов. И это как бы ненормально. Почему же так происходит? Воспользовавшись Visual VM, это можете делать либо вы сами, либо попросить девопса, который обслуживает ваш Дженкинс, посмотреть, что же произошло не так. И посмотреть время выполнения каких-то действий или методов. Здесь мы видим, что билдискардер, это как раз, который удаляет наши прошлые задачи, если по какой-то границе. Он выполняется довольно-таки долго. И он работает с массивами, потому что у нас джоба уже. Это список. Так что давайте посмотрим. Но на самом деле блокируются не на этом методе, а на методе взять сам билдискардер. Но мне было на самом деле интересно, что же там происходит и как это работает, потому что я люблю реверс инжиниринг Дженкинса, и мне на самом деле это не понравилось. Здесь из всего количества билдов, это как работает стандартный билдискардер плагин, встроенный в Дженкинс. Он берет саблист джоб, потом его копирует. И причем, когда он делает саблист, он создает сначала арей с нулевой длиной и просто туда добавляет по очереди. То есть мы несколько раз, увеличивая размер арей листа, еще раз создаем массивы. А потом это еще и копируем. Но это вообще очень плохо. Но поискав другую реализацию этого плагина на гитхабе Дженкинса, это гитхаб-дженкинс-си, там можно посмотреть, что есть другой плагин. Он на самом деле не первый, был в выдаче, а второй. И у него в описании как раз написано, что если ваш хип занимает больше всего объектов на ротацию логов, используйте этот плагин. Он не был адаптирован для пайплайна, но его все еще можно вызвать в виде класса и передать параметры, такие же как в лог-ротейтер. Это немножко ускорит время вашего выполнения. Ну а последний кейс, с которым я столкнулся, он нигде не был описан. Как же его решать? У меня при запуске дочерних жоп постоянно они сохранились на диск. Но я вообще не изменял джобу. У меня она была сгенерена, пайплайн всегда был один и тот же, но почему-то постоянно происходило сохранение на диск. Я решил посмотреть, что же вызывает этот метод. И у нас удаляется property, потом добавляется property, потом происходит у нас commit. И все эти три метода ведут к этому, этой странной библиотеке, model definition, update job properties. На самом деле там был баг, ну как я считаю, потому что я его зафиксил, послал pull request, и его даже приняли. И в последней версии плагина 1.5.0, время сократилось. И это вот как раз был тот кейс, что же происходит в момент обновления, в момент запуски джоба, как у вас с параметрами работает Jenkins. Он сначала берет и те, что заданы у вас в XML, то есть на UI, и те, что заданы в плагине. Их мерзит, и он безусловно всегда сохранял их на диск новую конфигурацию. Но если она не изменилась, то ее можно не сохранять. Это довольно-таки большой эффект на производительность оказывало, потому что постоянно сохранялось в один и тот же файл на диске. И когда это пофиксили, у нас большинство времени уходило как раз на то, чтобы общаться с распределенными нашими нодами, где запускались наши тесты. То есть мы на самом деле сократили время выполнения и сократили его до 3,5 минут и получили выигрыш производительности уже в 17 раз. На этом мы решили остановиться, потому что уже кончился проект. Как бы хватит время тратить, давайте уже это, может, ресурсов просто убавим, и у вас будет и там, и там 17. Красивые числа. Что ж, вывод по этой гипотезе. У нас мониторинг почти всегда по моему опыту показывает проблемные места. И быстрее решение — это лучше всего сначала обновить плагины и перепроверить еще раз. Возможно, эти проблемы были уже пофикшены. И второй совет мой — лучше не используйте дочерние джовы, потому что это дает очень сильный оверхэд, который довольно сложно контролировать. Лучше используйте дочерние стейджи и в них уже выполняйте свои действия. Ну а если у вас все-таки возникла какая-то проблема, вы можете использовать такими инструментами, как Jenkins Jira, и там посмотреть, как обычно мейнтейнеры плагины предлагают варианты решения той или иной проблемы, либо фиксит ее в своем замечательном плагине. Также можно обратиться к документации плагина на Jenkins.CI и посмотреть баги, которые были заведены, и возможно, они тоже уже были решены, или там представлены воркароунды. Ну а если совсем нет надежды, то приходится лезть в исходный код. Но благо у Jenkins'а он открытый, и вполне можно зайти и посмотреть. А что? Я долго расскажу. А. Вот. Окей, ну перейдем к конечным выводам. Мы в итоге создали движок для распределенного запуска тестов. И мы с вами уже научились, как находить и устранять узкие места. И чтобы сделать запуск тестов по-настоящему быстрым и эффективным, стоит придерживаться следующих шагов. Разбивать тесты на одинаковые по времени кучки и устранять накладные расходы на запуск. И самое главное, не выполнять каких-то сложных операций в цикле на каждой ноде. Ну если только не ваши тесты, их все-таки стоит выполнять. Ну а полученный опыт можно использовать в других проектах, так как тестовый движок, он не завязан на какой-то конкретный фреймворк. И просто скопировав код в другой проект, вы можете запускать ваши тесты тоже распределенно и быстро. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ